В 24-м туре чемпионата российской футбольной премьер-лиги Оренбург принимал Ростов и одержал крупную победу. Это при том, что заболел Терехов. Из-за перебора карточек игру пропускал Малых. В стартовом составе в воротах Долгня вместо Фролова, также со скамейки Чуканов и 20-летний Галаджан, до этого всего три раза выходивший на замену в концовках. И в самом начале Артем участвует в острой атаке. Доспотович в касании отдает на ход. Галаджан выходит на ударную позицию и бьет неплохо. Песьяков на месте. Дальше пошла цепочка травм. Бреев потянул заднюю поверхность бедра и потребовалась экстренная замена. Через пять минут проблемы продолжились. С аналогичным повреждением поле покинул Андреев. Только восстановился. Вывел команду с капитанской повязкой. Вот на тебе. В первом тайме две вынужденные замены. Но к перерыву территориальное преимущество хозяев преобразовалось в качество. Пупович прострелил во вратарскую. Мяч угодил в Матиаса Нормана и от него отлетел в ворота. Неудачливый норвежец за минуту до этого еще и желтую карточку получил. А у нас тут же захромал Бегич. До перерыва дотерпел. В паузе обезболивающие уколы. Но играть невозможно. Еще одна неожиданная потеря. Ростовчане в начале второго тайма заметно активизировались. Однако Довгня предельно спокоен и уверен. А гости опять ошиблись в обороне. Вратарь и защитник не разобрались, чей мяч, а Галаджан тут как тут. Вот оно, голевое чутье. Не случайно 4 года назад лондонский Гардиан включил Галаджана в список 50 самых перспективных футболистов планеты. Мы всем всегда говорили, кто там не попадает в стартовый состав на данный момент. Но ждите, ждите и будьте готовы воспользоваться этим шансом. Но понятно, не имея игровой практики, попасть в такой игровой тонус очень сложно. И вот этого тонуса ему сегодня не хватало. Но оказался в том месте. При всех, как говорится, голевых эпизодах был там, где должен быть нападающий. На мой взгляд, как раз то, что и нужно. Через 2 минуты ростовчане забили. Но в момент удара Сигурдерсон находился в офсайде и перекрывал обзор нашему голкиперу. И рефери совершенно справедливо взятие ворот не засчитал. Тут же отлично пробивал Еременко. Нас спасла Перекладина. Вышедшие на замену Сиваков, Чиркин и Шахов из игры не выпадали. Действовали надежно. А Чиркин еще и забил. Когда пошло уже компенсированное время, он получил пас от Галаджана, продвинулся вперед, развернулся, убрав защитника, и красиво положил мяч в дальний угол. Это был приговор Ростову. Мы просто делаем моменты, потом их забиваем и играем дальше. У меня такое ощущение складывается, что нам стоит дойти до ворот, а там мы уже забьем свой гол. Хотя бы один. Но в этот раз получилось 3. 3-0. Возможно, ростовчане не заслуживали такого поражения. Но наша победа закономерна, а счет на табло. В первом круге в Ростове оренбуржцы тоже выиграли, взяв у Южан 6 очков из 6 возможных. Бывают такие игры, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. Первый гол забили сами себе, второй сказали, который мы пропустили вне игры, полметровая. Бывает, так и складывается. Третий уже, понятно, гол. Пошли в атаку, уже без разницы было. Благодаря такому результату Ростов и Оренбург поменялись местами. Наши поднялись на шестую строчку таблицы. Вслед за ЦСКА Оренбуржцы обыграли второй топ-клуб, забив по три мяча каждому. Когда у нас есть поддержка болельщиков, я не боюсь никого. Я думаю, что с нашим настроением на игру и с болельщиком мы просто заслужили выиграть сегодня. В 25-м туре в четверг будем играть в Красноярске с Енисеем. В октябре в Оренбурге была нулевая ничья. В очередном туре чемпионата высшей лиги волейболисты нефтяников встречались с Грозным. Кеченская команда зарекомендовала себя неуступчивым соперникам, что и подтвердилось сразу после Нового года, когда оренбуржцы в Грозном выиграли у хозяев лишь на тайбрейке в упорнейшей борьбе. Сейчас соперники обменялись победами. В первый день оренбуржцы выиграли 3-0 со счетом 25-21 в каждой из партий. Повторную встречу нефтяники и вовсе начали с локального разгрома 25-14 в первом сете. Грозницы как будто усыпляли нашу бдительность. Следом они взяли две партии одинаково 25-22. А четвертый сет прошел в равной напряженной борьбе. Формата обычных 25 очков не хватило. В концовке соперники шли вровень и успех пришел к гостям. 29-27. 3-1 в их пользу. В ближайшие выходные нефтяник сыграет в Барнауле с местным университетом. Баскетболистки Надежды сверхуверенно начали серию матчей за третье место чемпионата России с московским МБА. На родной площадке оренбурженки два раза уверенно выиграли. Плюс 13 и плюс 30. И в серии до трех побед ведут 2-0. В среду предстоит матч в Москве, который может и завершить противостояние. Подробнее об этом в нашем следующем выпуске. Анатолий Еденич, Владислав Горбунов. Новости спорта.